Какая ситуация? На дебатах. Как дела у нашего правительства? Комедия по мотивам пьесы английского драматурга Рея Куния жила на сцене русского драматического театра. Действие спектакля разворачивается в номере отеля с сакральным числом 13. Сюжет старый как мир. Двое и третий лишний. Двое это влиятельный политик и его секретарша, а третий лишний здесь грабитель, который портит свидание и внезапно погибает от удара оконной створки. Номер 13 – это не просто гостиничный номер. Затем, что в нем происходит, с интересом подсматривают зрители. Каждая реплика героев на сцене вызывает неизменный взрыв хохота в зале. И делают. Вы не сможете. Очень сложный технический спектакль, очень сложный актерский спектакль. По оформлению нужно сделать, создать номер гостиницы, чтобы это было правда, и балкон, и все остальное. Это окно, играющее как персонаж. Было сложно, но мы справились, я думаю, справились, потому что зритель, мне кажется, принимает хорошо. Ироничная комедия, в которой замысловато переплетаются судьбы героев, смотрится легко и непринужденно. Это именно то, что так необходимо сейчас многим из нас – расслабиться и просто посмеяться. А знаете, самое смешное, что они все испарились, как кто-то слухает, на какого-то уровня. Ну, а еще бы! Спектакль очень понравился. Спектакль живой, быстрый, на одном дыхании смотрится. Актеры отдаются полностью. Ну, видно, что очень хороший спектакль. Я думаю, он будет иметь успех на нашей театральной сцене в Шамкенте. Мы в восторге. Актеры прекрасные, роль великолепная. Очень замечательная постановка, мне понравилась. Ну, детективная комедия, очень интересно сыграны. Зажигательно, побольше аншлагов, побольше аплодисментов. Благодарим режиссера, и все было сыграно, все на одном дыхании. Очень большая работа. Спасибо большое всей группе. В финале спектакля зрители аплодировали стоя. Теперь русский драматический театр приглашает всех на традиционные чеховские рассказы в исполнении актера в студии «Балаганчик». А уже после отпуска в сентябре театр возьмется за серьезную постановку по роману «Кианакизи», пролетая над гнездом кукушки.